Привет всем, с вами снова я, Дима Быков, и мы продолжаем специальную онлайн программу Яндекс.Субботника для дизайнеров. И у меня сегодня в студии дизайнеры из сервисов Яндекс.Погода, новости и переводчик. У вас есть уникальная возможность задать им вопросы. Пишите их в твиттере с хэштегом ЯДизайн или на нашем трансляции в YouTube. И у нас уже есть первый вопрос. Сегодня мы будем обсуждать, продолжать тему дизайнов сервисов. И хочется поговорить о некоторой реальности закулисной жизни того, что происходит. Как мы все знаем, развитие продуктов в Яндексе идет обычно эволюционным путем, итерационно. Хочется понять, когда же наступает тот момент, когда пора делать редизайн. В новостях у нас постоянно рождаются идеи, как можно развивать сервис, что добавить, в какую сторону двигаться. И мы постоянно создавали концепты, пробовали, проводили огромное количество исследований на протяжении всего 2016 года. При этом маленькими шагами пытались внедрять это все как раз эволюционно в продакшн. И какие-то части у нас заходили быстро, какие-то эксперименты быстро проходили, какие-то затягивались надолго. Где-то мы открывали для себя какую-то новую информацию о взаимодействии с пользователем. Но в какой-то момент мы начали понимать, что скорость работы в таком темпе, она очень медленная. И если мы будем продолжать в таком же ритме, то мы будем внедрять какие-то новые вещи годами. При этом мы поняли, что у нас есть уже огромное количество статистики, тех же самых, которые мы получили из АБ-экспериментов и из ВИК-исследований, интервью пользователей и так далее. И в принципе мы готовы рискнуть и попробовать создать уже полностью новый какой-то подход и посмотреть на то, как на него отреагируют люди. Для нас это катализатором, наверное, послужило то, что мы просто были к этому готовы. К тому, чтобы начать, уже накопилось достаточно всего. Правильно ли я понимаю, что вы пытались сделать редизайн на самом деле тем же самым эволюционным путем? Да, да. То есть эволюционный путь как раз мы, скажем, на протяжении всего 2016 года, мы постоянно делали какие-то новые концепции. Потом пробовали их по частям, нигде от продакшн, как-то проверять, и она постоянно видоизменялась. И это, с одной стороны, круто, с другой стороны, оставалось ощущение, что, а что если бы та самая первая концепция, она могла бы просто сработать? Целиком. В целиком, да. Когда все пункты подогнаны под какую-то одну систему. А когда вы начинали это делать? Ну, вообще, то есть был же тот момент, когда вы нарисовали этот концепт, да? Первый самый. И такие, нет, мы не будем сейчас его обновлять. Что бы помешало тогда это проверить? А, полностью? Ну, да, да, да. Ну, естественно, риски, потому что в случае с новостями огромная аудитория, во-первых. Во-вторых, СМИ, которые также получают с нас трафик, и мы пытаемся устоять на этих пунктах, чтобы и были довольны СМИ, медиа, и чтобы пользователям было удобно. Ну, и мы не могли просто сильно рисковать, потому что это влияло на многих. Как-то так. Понятно. А у вас, ребят, были? Ну, на самом деле, исследования и какие-то аналитические данные — это только один путь иногда. Например, переводчики — это невозможно заранее просчитать или предугадать, просто появляется в Яндексе, он большой, какая-то новая технология, которая, ну, например, оптическое распознавание символов, которую особо никто не мог предугадать, когда создавался дизайн. Соответственно, дизайн уже не может выдержать вот этот наплыв технологий, то есть он пытается в старую, условно говоря, бочку засунуть там новые-новые технологии, но все вокруг понимают, что, ну, такой подход уже не может как бы все выдержать. Соответственно, нужно переосмыслить вообще, что такое переводчик, как он взаимодействует с вот этими новыми технологиями, как он их предоставляет людям. И, ну, вот такие технологические инновации иногда тоже являются как бы триггером к редизайну. Но вы их пытаетесь изначально, там, допустим, появляется, да, распознавание текстов. Да, и там как бы скорость интеграции тоже важна. Мы не можем сказать, условно говоря, бизнесу, что типа подождите, сейчас мы пойдем думать. Нет, мы, конечно, думать пойдем, но перед этим нужно попытаться все-таки поскорее людям предоставить эту технологию, чтобы они могли ей воспользоваться, потому что они на самом деле хорошие. И просто технологии иногда бывают очень… Мне нравится аналогия с огнем. Вот есть огонь, это опасная какая-то субстанция, но если дизайнер для него сделал мангал, то как бы огонь помещается в мангал, и ты можешь приготовить шлыки. И примерно дизайнер, мне кажется, вот этим занимается. А если дизайнер сделал, не знаю, огнемет? Это, кстати, да, ответственность дизайнера. Этический вопрос. Да, этический вопрос. Ну, он всегда с технологиями плотно связан. А как вы поступаете? Вот мы как раз вопрос затронули. Вот есть команда, да, они текущие, работают сейчас, внедряют какие-то вещи, развивают их каким-то образом. Но тут появляется редизайн, да? То есть как вот сопоставить, когда кто должен заниматься, как перестать заниматься теми вещами, которые мы делали? Наверное, челлендж такой стоял перед всеми. Ну, в больших компаниях, кажется, именно дизайнер — это тот, кто… Ну, в паре, конечно, с продуктовым менеджером, тот, у кого должно зудеть, как бы, и тот, кто должен всеми способами пытаться начать этот разговор. Потому что, ну, такая у него роль — попытаться заставить всю команду что-то сделать. И у него для этого есть и инструменты. То есть нарисовать для дизайнера концепт — это должно быть, ну, типа, обычное его дело. Он не должен об этом вообще никогда переставать думать и пробовать. И просто разработчику сразу технологию, например, сделать, да, там что-то новое придумать — это сложнее. Дизайнер может попытаться заглянуть в будущее, там, нарисовать какой-то концепт и заставить поверить в него всех остальных. И если это случается, то все, как бы, имея общее видение, начинают к нему стремиться. Разработчики понимают то, что нужно сделать. Менеджер понимает, что нужно проанализировать, как эту гипотезу провалидировать и так далее. Ну, то есть начинается вот это вот движение. Ну, мне кажется, оно вот от дизайнера должно исходить. А если такой вопрос... Ты правильно говоришь, что там задача дизайнера — вот это ввести проактивную деятельность, да, для того, чтобы всех заразить вот этой идеей чего-то нового, да, такое, поселить ее в головах людей. А если вот, ну, и приходится продавать. Много действительно продавать постоянно. Вопрос такой, а если... Ну, бывают же моменты, наверное, были тоже, когда вы сейчас делали дизайнер сервисов, когда люди не покупают эту историю. И получается, как бы, какой-то конфликт. Были ли у вас такие моменты сейчас? Или все прям шло год? Нет, на самом деле, достаточно много таких моментов было. И я должен сказать, что, ну, с одной стороны, понятно, скажем так, консервативная такая часть человека, то, что все новое воспринимается, ну, обычно в штыки. Вот. И мы на самом деле в погоде достаточно серьезно относимся к фидбэку. То есть это отзывы людей на App Store и Google Play, или же это письма, которые нам присылают через приложение. И на самом деле они делятся на две части, эти отзывы. То есть первая часть — это, верните, все как было. Ну, в общем, да, ну, хейтеры стандартные, это довольно-таки стандартная история. А другая часть, к ней нужно быть очень внимательным, потому что она может содержать действительно негатив, но там могут освещаться такие моменты, которые помогут в выдвижении гипотез. А почему же по метрикам у нас продукт выходит не очень успешным? Что мы можем поменять, чтобы удовлетворить наших пользователей, чтобы они радовались, когда они пользуются продуктом? Например, при редизайне Touch'а и при редизайне iOS-приложений нам отзывы пользователей очень сильно пригодились. В общем-то, благодаря им мы выдвинули основные гипотезы, благодаря которым, в общем-то, и Touch-версии, и iOS сейчас по метрикам очень хороши. Круто. Я помню, когда в Material Design'е же ведь нету топ-бара в мобильных приложениях, навигациях, которые снизу, и когда ее вводили, там было огромное количество хейтерства. Например, YouTube, когда обзавелся топ-баром, то есть там народ прям писал, в общем, осквернял самих дизайнеров, и кто это сделал, и вообще им руки надо оторвать. И очень сложно, как бы удавалось вам не впасть, что вам позволяло оставаться, чтобы вы не сделали действительно плохое, потому что очень хочется принять это через себя. Я слышал такую теорию, она называется девятикратный эффект. Это означает то, что люди воспринимают изменения в дизайне, новые, например, в три раза хуже, чем они есть на самом деле. То есть они думали про старую вещь, про старую версию, что она в три раза лучше, чем новая. И в то же самое время дизайнеры и команда, которая создает этот продукт, думает о своем новом продукте, тоже в три раза лучше, что они в три раза лучше, как бы больше пользы дают пользователям. Получается такой вот эффект умножения, как бы, и получается, что есть такое мнение, что редизайн — это всегда плохо. Но на самом деле нужно просто уметь отделять сущность, читать отзывы, понимать, что за ними стоит, опускать эмоции, выявлять суть. Действительно, если человеку сломали какой-то паттерн поведения, то это, конечно, важно. А как-то была у вас возможность, я не знаю, может быть, какие-то инструменты, которые помогали всей команде вернуться к какой-то некоторой сути того, что вы на самом деле редизайните, или причинам, которые стоят? Это формулировали, не формулировали? Ну, просто в маленьких командах, кажется, это постоянно летает в воздухе. Люди, новости, а такая команда у нас буквально, может быть, со всеми разработчиками человек 25, и мы слышим отзывы от любого человека вокруг, и все эти мысли, все желания, они не возникают из воздуха. И когда появляются опять же новые технологии, появляется какая-то новая идея, мы чувствуем, что есть какая-то потребность у пользователей, видим какие-то отзывы, мы на это смотрим, и это сложно вообще даже забыть. Получается, что вращаясь в этой небольшой воронке, ты постоянно помнишь о тех целях, которые ты преследуешь. И если ты что-то забываешь, то тебе всегда о них напоминают. А какие цели вы ставили перед собой, вот когда делали редизайн? У нас было, ну, естественно, что мы хотели улучшить пользовательские показатели, чтобы пользователям стало удобнее, чтобы одна из наших целей была в том, чтобы они начали воспринимать новости, Яндекс.Новости, не как какой-то в таком, в прямом смысле, агрегатор, а чтобы они уже видели его как медиа. Ну, в этом плане мы как раз немного сместили свою визуальную подачу именно в то, чтобы стать похожим на какой-то СМИ. И это нам удалось, судя по отзывам, кто-то был на этом не очень рад, но для нас это показатель того, что нас, правда, постепенно будут начинать воспринимать как СМИ, медиа. А как вот есть вопрос такой интересный из трансляции, касаемо, как раз, этой вещи. Сложно ли параллельно развивать два сервиса, Дзен и новости? Как вы синхронизировались, закладывали вы какие-то моменты взаимодействия, два медиа под одним брендом? Вообще между Дзеном и новостями есть очень много общего, но при этом есть также и главное различие. То есть если в новостях наша основная цель — это сказать человеку, что случилось, или даже наоборот сказать ему, что ничего не случилось, все хорошо, то в Дзене нужно погрузить человека, дать ему почитать и чем-то его как бы развлечь и занять. То есть мы разделяли себя именно по функциональному такому принадлежности, чтобы к нам идут за одной функцией, к ним идут за другой функцией. Мы общаемся с ребятами, конечно, но каких-то жестких именно пересечений как раз не возникает, когда ты решаешь разные задачи. Ну, а какой опыт, когда вы делали переводчик, делали дизайн, какой опыт вы вообще хотели изменить в продукте? Были какие-то цели, что сейчас переводчик делает что-то одно, и хотелось что-то изменить? Ну, на самом деле, такие функциональные приложения, они должны, собственно, очень простую функцию какую-то одну выполнять. В случае переводчика это быстро получить какой-то перевод. Но когда ты об этом задумаешься, сразу понимаешь, что на самом деле перевод человек захочет получить там различные способы. Кому-то удобнее надиктовать голосом, кому-то удобнее сфотографировать, кто-то любит печатать. И самое главное, чтобы в каждом из этих случаев попытаться спроектировать вот этот флоу таким образом, чтобы, во-первых, не нарушить уже привычные какие-то вещи того, как человек текст набирает или диктует, но при этом сделать это все удобнее и быстрее. То есть те карточки для удаления, которые у нас сейчас есть, это просто попытка быстрым, простым движением пальца получить новое поле для перевода. Что касается перевода там с изображений, там тоже маленькие внутри какие-то изменения, но они типа постоянные и на самом деле закладывались изначально. Просто к ним все равно разработчик не может моментально это создать, условно говоря, поэтому нужно к этому постепенно идти. Но в голове держать какую-то вот картину, да, это полезно. И поэтому мы занимаемся концептами, пытаемся перепридумать там какие-то вещи, да, но при этом надо всегда понять, что у нас есть там аудитория. Например, переводчики, превалирующая аудитория — это школьники, соответственно, мы об этом тоже думаем. Советные школьники? Да, то есть они учат язык, переводят, потому что, ну, можно исходить из той мысли, что у переводчика, например, основная аудитория — это люди, которые путешествуют, да, на самом деле это не так. Соответственно, нужно учитывать интерес своей аудитории, знать ее и стараться максимально просто решить их проблемы, если дело касается функциональности. Вот в новостях или там в Дзене, например, у них другие цели, да, там важно, чтобы человек потреблял контент, чтобы у него был какой-то discovery, то есть это совсем другой паттерн. И, конечно, надо их каким-то образом пытаться либо расширять, ну, это видение должно быть там в головах менеджера и дизайнера, и тогда, ну, все остальное, вся разработка подчинена вот этим вот каким-то целям. А вот вопрос тоже из трансляции. Пробовали ли вы делать какие-то радикальные изменения в дизайне переводчика, особенно там на десктопной версии? Да, но это, как правило, концепты, которые проверяются, естественно, и если мы видим, что это всего лишь какие-то либо дизайнерские изыски, либо совсем непонятная какая-то вещь прикольная, но бесполезная, тогда мы в первую очередь хотим решать именно проблемы пользователей, при этом делая опыт взаимодействия, конечно, приятным, но на первом месте это решение, собственно, проблемы, как переводится слово машина и все. А есть вот какие-то сейчас штуки, которые из этих радикальных вещей, которые вы пробовали, все-таки пошли в продукт? Ну, вот, например, свайп для удаления карточки – это одна из таких вещей. То есть это просто мысль о том, что это может быть там не иконка, а вот именно какой-то жест. И так хорошее решение, мне кажется, их… Они, безусловно, должны появляться случайно как бы, но на самом деле за ними стоит всегда и работа, и проверка, и какая-то попытка всегда что-то перепридумать. Нельзя сказать, что в один момент встать, остановиться, да, как бы все, мы сделали все, что могли. Ну, в дизайне так точно нельзя, потому что все меняется очень быстро. А если двигать сервис вот в сторону, там, ты говоришь, если аудитория в основном от тех, кто учится, да, и школьники, там, радикально попробовать изменить, что теперь это не переводчик, не знаю, там, ну, абстрактно как-то в сторону обучающих каких-то историй пойти, да? Да, в эту сторону мы тоже движемся. Ну, на самом деле мы заботимся о том, о чем Сергей говорил, да, казалось бы, переводчик, где там, собственно, эмоции и так далее, но на самом деле мы об этом тоже думаем. Мы сделали, там, казалось бы, мелочь, там, цветные темы для приложения, и на самом деле пользователи их очень полюбили, они им на самом деле нравятся, хотя, казалось бы, это какая-то мелочь. А что касается обучения, да, мы в этом плане тоже экспериментируем, мы пытаемся, если мы знаем, что наша аудитория — это школьники, которые учат языки, соответственно, мы стараемся дать им какие-то инструменты для того, чтобы они лучше, там, запоминали слова, то есть, там, карточки для изучения, и в целом в этом направлении работаем, потому что оно интересно и полезно. Вот такой вопрос, наверное, всем, да, что сервис Яндекса, да, то есть и переводчик, и там, все что угодно, да, их много, и вдруг все начинают делать редизайн, да, то есть, там, ну, и сидят команды дизайнеров, да, там, или отдельные дизайнеры и думают всегда про развитие, ну, а что вперед, какие-то концепты. Как вот происходило это, знаешь, то есть, чтобы один в одну сторону не убежал друг в друг, какая синхронизация между сервисами в этом направлении дизайна? Была ли она вообще какая-то, как бы, сталкивалась? Да, сложилось ощущение, что было даже немного наоборот, то есть, кажется, что мы плюс-минус в одно время все это начали делать, как-то вот именно более активные шаги, и постарались, наоборот, как бы себя разделить, то есть, окей, если делаешь медиа, делай медиа, если ты делаешь переводчик, ты делаешь переводчик, и, ну, возможно, не должны быть какие-то прямые провязки между этими приложениями из-за их, опять же, функций, при этом, ну, Яндекс с них должен чувствоваться, при том, что они исполняют разные свои роли. Сохранять, как бы, да, бренд, поддержать и не убегать в разные штуки. Человек же сегодня пользуется новостями, там, завтра он пошел погоду посмотреть с утра, это же целая процедура, да, там, пару слов заучил, значит, как там пришла карточка, потом посмотрел погоду, почитал новости, готов к новому дню, это же такая общая среда. Хотелось ли создать какой-то общий экспириенс, что ли, да, какое-то впечатление от продуктов, типа, что мы такое, следующий шаг? Ну, человек просто должен, им должно быть удобно это все решать, если он удобно ему решить свою задачу, и этот интерфейс ему способствует, то эта проблема как бы автоматически решается, мне так кажется. Хочется создавать какие-то привычные для людей вещи там, где они не должны расходиться, например, взаимодействие там с микрофоном, хочется, чтобы человек, устанавливая новое приложение, понимал, как с ним взаимодействовать, потому что у него есть опыт использования других приложений. Тут как бы вот в этой части консистентность, мне кажется, важна. Консистентность в плане взаимодействия с разными приложениями по своей сути, да, которые там, конечно, это нужно больше доверять команде, потому что они знают своих пользователей лучше и развивают их лучше. Соответственно, это не та вещь, которая хочется всех гвоздями прибить к одному месту, чтобы никто никуда не дергался. Ну, если говорить про процессы, то мы, естественно, синхронизировались все время между собой и смотрели, какие решения работают в других командах, какие нет. И это тоже, конечно, помогает, ну, говоря про такие вещи, про взаимодействие, какие-то базовые, которые должны быть понятны. Ну да, странно, в трех местах там одну и ту же вещь как бы, да, развивать, как-то эта коллаборация. А вот мы говорили с вами изначально, ты говоришь тоже, все упирается в команду. Все же, но были же, наверное, моменты, когда, ну, в команде наступал такой момент, скажем, клинча какого-то, что не понимают люди, зачем, хочется все это делать, да. То есть мы же делали, было классно, там, метрики росли, и вдруг по какой-то причине нужно начинать это делать. Были все-таки у вас какие-то там взаимодействия, или где они были самые, что мешало внедрить дизайн, или дизайн вообще сделать сервисы? У нас было довольно все гладко. Мы старались все обосновывать цифрами, экспериментами, теми, что мы, как я рассказывал, уже провели раньше. И какими-то текущими тоже использовали активно сайт-бай-сайт. Если какие-то вещи, там, кому-то не нравились, я старался максимально учитывать этот фидбэк, при этом потом мы смотрели, на что это влияет на действительность, и какие метрики у нас прокрашиваются. И часть каких-то вещей просто визуальных люди, ну, некоторым ребятам в команде они не нравились, но мы их оставили, потому что они нам помогали какие-то добиться каких-то наших какого-то изменения поведения, паттерна пользователя. И, ну, соответственно, мы их выкатили в продакшн. И буквально через месяц у меня постоянные процессы дизайна, и я думаю о том, как бы что-то изменить, и я вот хочу уже какую-то вещь выкинуть. Я говорю, ребята, давайте мы это выбросим. Мне говорят, типа, нет, ну как ты, что же, мы к этому привыкли, это так важно. То есть люди постоянно все равно привыкают, и потом уже им это становится ценно. А тебе самому как, вот когда ты такой пришел с идеей, и она большая, и тебе говорят, типа, не, это важно, ты говоришь, нет, это же надо выкинуть. Сначала тяжело, а потом ты уже привыкаешь, и легче расстаешься со своими идеями, прислушиваешься к другим идеям. Иногда хочется воспринимать штыки, какие-то предложения, которые тебе дают. И, возможно, какое-то время это происходит внутри меня, но сейчас я уже стараюсь максимально все это принимать, потому что через какое-то время мне самому может понравиться эта идея, и я вижу в ней какие-то дополнительные плюсы. Влад, а много вообще, вот когда вы делали редизайны? Я помню, у нас внутри еще вы рассказывали тоже, как у вас там происходит процесс, да, работы, которая в стол вот ушла. Ну, на самом деле работы в стол ушло достаточно, потому что та же самая точевая версия, ну, вообще все, с чего начиналось, именно мобильный редизайн, начиналось с мобильной версии сайта, и мы прошли через несколько итераций, как рассказывал Сергей. Собственно, на субботнике. И действительно, сначала ты привязываешься к тому, что ты сделал, но в какой-то момент ты усилим воли пытаешься смотреть это со стороны с точки зрения пользователя, то есть развивается, включается эмпатия в критический момент, и ты понимаешь, действительно, вот эти вот моменты действительно вызывают боль, и их можно поправить. И в команде, на самом деле, у нас, в общем-то, мы как-то единодушно и в едином потоке сработались, и, в общем-то, у нас, например, никаких таких вот разногласий, очень сильных не было. Круто. Вот просто я когда... У меня было несколько случаев, когда делаешь что-то, да, ты такой сам горишь идеей, какой-то заразился, она у тебя родилась, и ты потом такой приходишь, ну, и всех убедил, все продал идею, все классно, все такие тоже заразились, и ты просыпаешься на следующее утро и понимаешь, что был неправ. Ну, типа, да. Не понимаешь, что это сам был. Да, не понимаешь, что на самом деле такого не было. Были у вас какие-то моменты, когда вы сами, то есть, там, разворачивались просто и шли, там, не знаю, оказывается, надо было делать не так? Да, ну, бывало такое. И, наверное, в такие моменты нужно быть сильным и сказать команде, что, извините, я был неправ, потому что, если команда туда пойдет, а ты такой, ой, извините, это, конечно, ну, стоит и времени, и денег, лучше сесть и еще раз подумать. А вообще, ну, по поводу идеи, которую ты вынашивал долго, которую ты влюбился и хочешь ей со всеми поделиться, чем раньше дизайнер научится от таких идей отказываться, если ему все вокруг говорят, что не надо, нужно, главное, самое главное, не потерять вот это стремление к вот этому созданию, когда тебе говорят, не надо, и ты такой, ну, ладно, я тогда больше ничего не буду придумывать, да, как бы, и никогда ничего не получится. Это в том числе уровень доверия между командой, да, если, например, там, менеджер, не знаю, боится тебе сказать, что ты неправ, но это вообще очень странные вещи. У меня в таких вот ситуациях всегда есть одна большая, такая все время зудит, как бы, да, на подкорке где-то мозга о том, что, а что, если люди еще вот эту твою идею, которую ты придумал, да, тебе, понятно, вокруг все говорят, что не надо это делать, но, может быть, это next big idea какая-то, да, то есть прорывная, просто еще люди не подготовились, как вот с этим не сталкивались, ну, не, как здесь действительно увидеть дизайнера, что это там какая-то штука, что помогает вам отказаться, на самом деле, от идеи, а не расстроиться потом, что это могло быть что-то. Если ты в нее очень сильно веришь, тогда ты от нее не отказываешься, пытаешься ее проверить, либо откладываешь на какое-то время, и потом, если ты все еще в нее веришь, потом опять пытаешься проверить, потом через какое-то время ты понимаешь какие-то ее недостатки, возможно, ее как-то модифицируешь, и она тогда, возможно, становится живой и настоящей. Ну, вообще лучше всего такие вот интересные идеи, как ты говоришь, прорывные, обговаривать с другими членами команды, потому что, ну, особенно касается не только вот общения среди тех же самых дизайнеров, а это хорошо обсудить, например, с разработчиками, с менеджером, потому что у всех, в общем-то, кажется, что у всех, ну, общее видение сервиса, то есть все понимают, как он должен развиваться, но при этом на тот или иной вопрос у каждого есть собственное мнение, и в процессе обсуждения той или иной фичи, к примеру, да, или движения в том или ином направлении, оно может корректироваться, это вполне нормально, самое главное не воспринимать это в штыки, и я считаю, что вот подобные обсуждения, там брейншторм, например, да, это очень полезно, и мы стараемся как бы тоже этим пользоваться. Ну, либо позовите людей на UX-исследование, покажите им свой бигоди, послушайте, что они скажут про это. Да, это большая задача, на самом деле, сформулировать ее так, чтобы там люди поняли, просто объяснить, там, одним предложением, что ты хочешь сделать, там, не знаю, какие-то сложные конструкции люди строят, и очень сложно это понять. Такой вопрос, на самом деле, Влад, у людей есть пробу ли... Нет, не пробую, сейчас, когда, вот сейчас, правильно я понимаю, что в погоде сейчас иллюстративная такая графика получилась, да, в формате, и вот люди спрашивают, не думали ли вы про видеофаны какие-то для погоды? Это, на самом деле, не в первый раз слышу этот вопрос. Тут есть свои особенности. Мы действительно об этом думали, но как это всегда бывает, то есть есть концепт, ты показываешь концепт, он всем нравится, все в восторге, да, давайте это делать. Но, в конце концов, возможно, в каком-то моменте мы пришли к этому, что ты натыкаешься на препятствия в виде технических ограничений. То есть большинство наших пользователей скорее будут не готовы к пятикратному росту того же самого веса приложения и ждать, когда у них там загрузится тайльная анимация. Мы работаем в этом направлении, то есть мы будем пробовать различные направления, то есть это иллюстративная графика и фотореалистичная, и опять же мы будем смотреть на метрики, как вообще большинство воспринимает это. И уже тогда выбирать, по какому направлению мы будем двигаться. Что касательно той же самой, вот видео имеется в виду анимация, то есть какая-то динамика, мы тоже движемся в этом направлении, и там опять же свои сложности, та же самая платформа Android, она достаточно сильно сегментирована в плане производительности устройств, и хочется, с одной стороны, удовлетворить всех пользователей, но, к сожалению, это тоже не всегда получается, поэтому мы очень аккуратно подступаем к этому моменту, с точки зрения технологий именно, чтобы не огорчить наших пользователей тормозящим приложением, к примеру. Я помню, ты много времени провел, да, на тестировании как раз этой штуки, что телефон грелся там на самом деле. Я этого добился. Добился? Что мне грелся? Хорошо, скажите, вот как на самом деле мы там говорили, допустим, это была первая лекция, да, про язык вообще сервиса сегодня там, что там есть общий шрифт, на самом деле есть общие гайдлайны какие-то, как вот в рамках, ну, не мешают ли гайдлайны делать редизайн, да, то есть они сильно ли они ограничивают, вообще как работать, вот когда у тебя есть что-то, и тебе это недостаточно, или выйти за рамки. Складывается такое ощущение, что на самом деле, если ты работаешь какое-то время в Яндексе, ты понимаешь две вещи. Первое — это то, что на самом деле гайды достаточно широкие, потому что по сути Яндекс — это белый фон и шрифт. Не шрифт даже, а текст. То есть мы разговариваем текстом, там, любим русский язык и так далее. Это наш гайдлайн на самом деле. Вторая часть, которая не позволяет тебе делать какую-то дичь, но при этом быть довольно гибким, это то, что твой внутренний цензор сам не позволит тебе этого сделать. Если ты какое-то время пользовался продуктом, ну, нашими продуктами, там, пожил, пообщался с дизайнером, все это переопыление работает, и поэтому важно там и в офисе всегда находиться, там, общаться и с командой, и со всеми остальными. И это, мне кажется, тот баланс, который позволяет тебе и делать что-то новое, и развивать как-то стиль, да, не оставаться там в одних каких-то рамках, но при этом оставаться всегда в рамках индексового стик какой-то, такой абстрактный стик. А что это для тебя, помимо вот белого шрифта, если что-то такое на кончиках? Простота, функциональность, ну, я не знаю, может быть, это какие-то общие слова, но на самом деле за ними всегда стоит много чего, но ты говоришь просто, да, попробуй сделать просто, это тоже тот еще челлендж. Так что, ну, просто это в голове вот каким-то образом прорастает и дает тебе ориентиры, как развивать продукт. Вы когда делали там новости или погоду, у вас тоже была простота, к которой вы стремились или что-то такое? У нас были определенные ограничения. Если говорить про тот же Touch, да, и мобильное приложение, кажется, что там было чуть больше свободы, а если говорить про десктоп, то есть там было, да, ограничение с точки зрения того, что большинство веб-версий, сервисов, они достаточно, они, кажется, что они чуть сильнее поддерживают бренд Яндекса, то есть в плане белый фон, обводки, черный текст, но, например, в той же самой погоде у нас было дополнительное ограничение, это возраст наших пользователей, соответственно, мы не могли еще очень сильно менять сервисы по этой причине, то есть очень резкое изменение могло бы просто, ну, во-первых, огорчить их, во-вторых, мы бы очень сильно потеряли в метриках посещаемости, возвращаемости, мы бы потеряли большую часть аудитории. Спасибо. Да, спасибо, друзья, у нас на самом деле подошло к концу время, и мы возвращаемся с вами в оффлайн-трансляцию, и там вы сейчас продолжите секции вопросов и ответов, так что оставайтесь с нами, и хорошего вам вечера. Спасибо.